Попугай 1 и Попугай 2 Попугай 1 и Попугай 2 Так, корабль оснащён щитами, кулерами и энергоустановкой всё первого размера. Максимальная скорость 1235 метров в секунду. Из проблемного — стандартный бак открытия фонаря корабля. Перейдём к Шрайку — ракетной версии стандартного Телена. В управлении, на мой взгляд, корабли идентичны, как и оборудование. Однако Шрайк проигрывает в пристёгнутых к нему пушках. Там гембальные единички. Однако выигрывает в ракетах, коих 24 все третьего размера. Два военных кулера первого размера, одна энергоустановка и два щита также первого размера. Без наблюдений — при отстреле одного из крыльев корабль становится полностью неуправляемым. Но, возможно, это баг. Также из багов — отсутствие прицела, неизменяемые панели на худе корабля. Выскажу своё мнение. Корабли внешне очень, очень приятные, но пока первый взгляд на них слишком смазаны багами, как серверными, так и самого корабля. Интересные, но не более. Стоимость в районе 100 баксов. И что самое удивительное, чтобы выйти из любого корабля, теперь придётся зажимать кнопку Y, а не нажать её один раз. Вот такие дела. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, подпишись на канал и ставь палец вверх. Все актуальные ссылки находятся под видео. Береги себя и пока-пока.